Матч третьего тура «Алимп первенства России» по футболу среди команд клубов ПФЛ соперники начали активно. И «Волга», и «Крылья Советов-2» выбрали атакующий футбол и пытались подловить друг друга на контратаках. Обоюдоострая игра плодов в первом тайме, правда, не принесла. Команды так и не сумели распечатать ворота друг друга и на перерыв разошлись с нолями на табло. По первому тайму, конечно, невыразительно сыграли, а второй там, в принципе, очень здорово сыграли. Столько моментов, полные преимущества наши, мы заслужили эту победу. Второй тайм действительно прошел под диктовку ульяновских футболистов, прочно закрепившихся на половине поля гостей. Фланговые проходы, навесы, угловые и хитроумные комбинации результатов не принесли. Штанга, перекладина и голкипер «Крыльев» оставляли самарцев в игре. Не дремала и атакующая линия соперника, которая, к слову, несколько раз простила ульяновскую команду. В итоге болельщики дождались гола лишь на 90-й минуте, когда после удара Ливанила Цузбая мяч в ворота переправил Виктор Карпухин. Для нас игра получилась очень тяжелой. Хорошая команда местная. Мы пытались играть в свой футбол, вроде бы как получалось, но по моменту с голом, конечно, большие сомнения. Но это не нам судить, есть лучшие инстанции, которые разберутся, я думаю. Так что, играли, боролись, неплохой в руке футбол показали, но акал был хороший. Но мастерства, конечно, чуть-чуть у нас поменьше, чем у Волги. Но все равно молодцы пацаны сражались и бились на конце. После трех туров чемпионата Волга делит лидирующую строчку с КамАЗом, с которым, кстати, совсем скоро встретится на стадионе труд. 2 сентября подопечные Рената Аитова сыграют с челнинцами в рамках 1-64 розыгрыша Кубка России.